В начале вы слышите монотонный гул сирен и повторяющуюся фразу В городе объявлена воздушная тревога Звук разносится повсюду и его сложно не услышать Затем на ваш мобильный телефон приходит сообщение от правительства В котором сказано, что ваш город подвергся воздушной атаке И чтобы сохранить свою жизнь, вы должны следовать инструкции Те же сообщения с инструкцией начинают транслироваться по радио и на некоторых ТВ-каналах Говорит служба экстренного оповещения Российской Федерации Кабельные системы должны передавать это экстренное оповещение Посыл инструкции прост. Найдите ближайшее от вас убежище С этого момента у вас будут считанные минуты, чтобы спасти свою жизнь Если вы были дома, в офисе или в общественном месте И вы заранее не узнали о местонахождении убежища Спрятаться можно в метро или в подвале собственного дома Если вы были на улице и убежища поблизости нет Или вы физически не успеваете добраться до него То можно спрятаться в подземном переходе, тоннеле или коллекторе Если нет их, то придется прятаться во врагах, хлощинах, ямах И других искусственных и естественных укрытиях Любой, кто будет находиться в радиусе 800 метров от взрыва С вероятностью в 90% погибнет На расстоянии в 3200 метров шанс выжить уже 50% Вот она реальность ядерной войны Которой сегодня мы подошли максимально близко благодаря одному человеку Сейчас возможность применения ядерного оружия Путиным Зависит только от вероятности утраты его власти Как только он почувствует, что ему угрожает опасность Последнее, что может его спасти, это ядерный удар Звучит абсурдно, но что же ему это даст? Да, войну с Украиной он при этом не выиграет Киев не возьмет, Зеленского не посадит И не назначит на его место Януковича Как это было в плане Киев за три дня Но применив ядерное оружие, он может напугать Украину И ее главного союзника США Это тактика ядерного шантажа Когда Путин, применяя ядерное оружие Может остаться безнаказанным Так как страны НАТО могут испугаться Отвечать тем же, в силу возможной ядерной эскалации И последующему тотальному уничтожению Это, как говорят в Перми, брать на понт В отличие от Америки, у которой ядерный арсенал С 1980-х годов перестал играть решающую роль В принуждении противника А на передний план вышло высокотехнологичное оружие У российских военных стратегия ядерного шантажа Стала важной частью всей военной доктрины страны Важнейшим фактором его применения Считается психологическое воздействие на противника А именно демонстрация решимости Повышать градус эскалации до тех пор Пока не будет остановлена гипотетическая агрессия И не будет заключен мир На удовлетворяющих Россию условиях И последней ступенью эскалации Может стать применение тактического ядерного оружия В ожидании, что противник не рискнет отвечать И война не перейдет на новый уровень Уровень тотального уничтожения Если Украина и ее союзники прогнутся И не станут отвечать, опасаясь всеобщего уничтожения То это вынудит договариваться с Путиным на его условиях Что сохранит ему лицо и власть Надо исполнять По-другому не получится Но что, если шантаж Путина не сработает? Что, если США и союзники Ответят на ядерный удар Путина своим ударом Как они обещают это сделать? И свои обещания они подкрепляют конкретными действиями Объявив о ядерных учениях в тысячах километров от границы с Россией Что будет дальше, не знает никто Именно из-за этой неопределенности Мы сейчас и находимся на пороге ядерной войны Последний раз в похожей ситуации Мы были ровно 60 лет назад В октябре 1962 года Во времена Карибского ракетного кризиса Началось все с размещения Соединенными Штатами 15 ракет Средней дальности PGM-19 Юпитер в Турции Дальность поражения этих ракет Составляет 2400 километров Что ставило под угрозу всю европейскую часть Советского Союза И главной под угрозу попала Москва Советские стратегии осознали, что они не способны защитить страну от удара этих ракет Но они способны добиться ядерного паритета Если разместят свои ракеты на Кубе Собственно, это они и сделали Тайно перебросив на Кубу 40-тысячный армейский контингент И доставив 40 баллистических ракет Р-12 и Р-14 Если вы будете ухать против нас И будете опять готовить нападение Мы так ухнем, что больше не будешь ухать США узнали о размещении ракет И устроили морскую блокаду Кубы Обещая уничтожить любые суда Которые попытаются прорвать эту блокаду Также всерьез рассматривался вариант вторжения на остров В то же время и Советский Союз привел все свои войска в боевую готовность А так как ракеты и пусковые шахты уже были смонтированы на Кубе СССР было чем нанести удар по США А по базам, откуда они будут вылетать Будет нанесен отрушающий удар ракетными силами С этого момента в любую минуту могла начаться ядерная война К счастью, тогда все обошлось Но вот обойдется ли сейчас, никто этого сказать точно не может А вот что можно сказать точно Это в какие конкретные места на территории России Могут прилететь ядерные ракеты в случае войны В 2016 году архив национальной безопасности США Рассекретил список целей в СССР Который охватывает сотни городов Среди них есть Пермь и Березники И хоть список датирован 56-м годом Многие цели в нем до сих пор актуальны Так что же делать, если вы стали невольным свидетелем ядерного взрыва? Во-первых, ядерный взрыв не всегда выглядит как гриб Это может быть и огромная вспышка в небе, которая несет не меньшую опасность Например, самая продвинутая ядерная боеголовка, с которой может столкнуться житель России Это американская W-88, мощностью 475 килотонн Оптимальная высота ее подрыва в случае удара по городу составляет около 1840 метров От нее-то и сформируется яркая вспышка в небе Если вы не услышали сигнал гражданской обороны, а уже видите перед собой вспышку в небе Это означает, что у вас есть считанные секунды и нужно действовать Заметив вспышку или ее отражение от поверхности, ни в коем случае не смотрите в ту сторону Это черевота ожогом роговицы, вспышечной слепотой или ожогом глаз Если на расстоянии трех шагов нет искусственной или естественной защиты, до которой можно добраться одним броском То можно лечь на землю головой от взрыва, прикрыв все открытые участки тела, просунув руки под тело и накрыв голову капюшоном Также обязательно откройте рот, и если есть наушники, засуньте их в уши Это спасет ваши барабанные перепонки от разрыва Треть энергии взрыва доходит до нас, как световое и ик-излучение Пик его мощности достигается в течение секунды после взрыва Но само излучение может длиться более пяти секунд На этих кадрах испытания ядерного оружия видно, как вначале световое излучение выжигает обшивку машины А позже уже доходит ударная волна То же самое может произойти и с открытыми участками вашего тела Для защиты от светового излучения используйте защитные сооружения и местные предметы, создающие тень Дождавшись ударную волну, прикройте рот и нос платком или любой тканью И дышите через нее, пока не доберетесь до убежища Учтите, что на вашей одежде и на коже непременно останутся следы радиоактивных осадков Поэтому еще одна важная задача – спастись от радиации после ядерного взрыва Избавившись от одежды и отмывшись, если это возможно Одежду рекомендуется завернуть в пластиковый пакет И поместить ее как можно дальше от людей и животных Другой вариант развития событий – это если вы услышали предупреждение гражданской обороны А оно на 5-10 минут опередит ядерный взрыв Поэтому у вас будет время найти убежище Если вы не знаете, где оно и поблизости нет метро Единственный вариант – подвал вашего дома Если он, конечно, открыт Постарайтесь взять с собой еды и воды на 72 часа и более Так как после взрыва водоснабжение может быть разрушено Или же вовсе вода не будет пригодна для питья Ввиду радиоактивного загрязнения Также пригодится скотч и изолента Половина энергии атомного взрыва уходит в ударную волну Если вы находитесь к взрыву ближе 5 километров Большинство жилых домов обрушится хотя бы частично Обломки дома – главная опасность в таком случае Подвал в этом отношении – место вполне надежное Житель Хиросимы Эйдзу Намура выжил в подвале Находясь в 170 метрах от эпицентра взрыва Поможет подвал и от радиации Намура, хотя и переболел лучевой болезнью Прожил еще много десятилетий и умер уже в преклонном возрасте При этом от лучевой болезни погибали люди, оставшиеся на поверхности и в километре от взрыва Не исключено, что вход в подвал может завалить обломками И вам придется дождаться помощи несколько дней Держите наготове воду Закройте окна, заклейте вентиляцию и щели, чтобы внутрь проникало как можно меньше радиоактивной пыли Сколько же времени придется сидеть в подвале? Чем дольше, тем лучше В крупных городах, особенно в Москве, сконцентрировано множество центров принятия решений И в большинстве своем они находятся под землей Поэтому по ним будет наноситься множество как воздушных, так и наземных ударов Наземные удары создадут массу радиоактивной пыли, выпадающей осадками, так называемым фоллаутом Самые тяжелые частицы упадут быстро К тому же опасные изотопы в них содержатся в основном краткоживущие Уже через 7 часов доза в зоне поражения упадет 10-кратно Через 49 часов в 100 раз, а через 14 дней в 1000 Спустя 14 недель даже в прежней красной зоне можно будет гулять почти без риска для жизни Так что первые несколько дней лучше остаться в подвале А если есть вода и еда, то стоит задержаться и на неделе К этому времени может быть подоспеет и помощь Так, обзор на подвал Я первый раз в жизни в подвале Жилого дома У нас это... О, испугалась чего-то Сейчас у Путина есть возможность в считанные часы перебросить в Украину ядерное вооружение Так, ближайшие склады с ним находятся на расстоянии 60-80 километров от границы В западной разведке известно точное местонахождение этих складов Поэтому при подготовке армии РФ к переброске оружия в Украину Они, скорее всего, уже будут готовы действовать И, возможно, оповестят об этом мировое сообщество Как это было перед вторжением России в Украину Но давайте представим, что Путину удалось тайно доставить ядерное оружие в Украину И неожиданно для Запада он его применил Как долго нам ждать ответного удара? Если западные страны по причине своей многочисленности до сих пор не смогли прийти к единому решению действий на этот счет То мгновенного ответного удара не будет Со стороны Украины, по чьей армии будет применен ядерный заряд, ответа тоже не будет По причине отсутствия такового вооружения Когда-то у Украины было ядерное оружие Но она благополучно передала его России в обмен на признание России суверенитета и целостности Украины И гарантировала ей защиту в случае, если Украине будет угрожать опасность Все это было в рамках Будапештского меморандума Который был подписан между Украиной, Россией, Великобританией и США в 1994 году За полную передачу Украины своего ядерного вооружения Остальные страны гарантировали ей уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины Но что самое интересное Один из пунктов договора гласит Что в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии Или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия То США, Россия и Великобритания обязуются оказать ей помощь Вот только не уточняется, какая именно это будет помощь Вполне вероятно, может быть и военная И хоть сегодня Россия нарушила все свои обещания, которые были даны 28 лет назад Посегнув на само существование украинского государства и украинской нации У США есть полное право по выполнению обещаний в рамках Будапештского меморандума А это значит, что на ядерный удар может последовать ответ Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии к этому видео Это поможет в продвижении канала Также становитесь регулярными спонсорами на платформах Бусти и Патреон Ссылки будут в описании С вами был канал Пермь 36,6 Следим за нормальной температурой в городе Субтитры создавал DimaTorzok